добрый вечер или утро у меня уже 10 часов у меня тоже уже поздно так а у меня радостные новости значит у нас жанна выбрать говорит почему так рано спать возвращается по случаю каникул саша и николай из сиэтла я потом напишу сколько им лет подключился после того как они уже а то есть на следующий после того как они ушли да но они они были летом а в сентябре они уже не смогли потому что накладка идет на уроке а сейчас они каникулы поэтому они вот а у меня нету каникул не такая школа у меня каникулы потому что в австралии вообще я уже двух не на двух неделях каникул а григорий у нас гриша из Ирландии здесь нет у нас только Дима я и Майя ну чё Маечка давай тогда готовься и сейчас одну секунду у тебя камера плохо смотрит я только половинку головы видно и наклоняешься и тебя все время не видно вот теперь вот вот и вот и вот это майка да видно прямо начинаю сразу ой тут какие-то штучки черные что это такое это клавиши я говорю про пиано фортепиано это клавишный струнный инструмент в горизонтальном с горизонтальным или вертикальным расположением струн вот горизонтальный это рояль а если вертикальный это будет пианино расположением струн на звучание фортепиано большое влияние оказывает его конструкция с какого с 15 18 века претерпевшая значительные изменения более фортепиано называет королем фортепиано вообще-то называет королем музыкальных инструментов оно удостоилось этого названия по множеству причин например за его тональный диапазон за способность одновременно исполнять и мелодию и аккомпанемент я вам расскажу что это такое если вы не знаете и за его широк широчайший диаметический диапазон кроме того что это кроме того это кроме того это самый крупный музыкальный инструмент исключая орган исключая орган самый гибкий много много плановый и интересный в отношении и использование исполнительных приемов и звучания типичная фортепиано среднего размера имеет около 230 струн каждая струна имеет натяжение около 70 кило а суммарное натяжение около 18 тонн общее натяжение струн концертного рояля достигает 30 тонн механизм приводящий фортепиано в действие называемой механика имеет около до 700 ой 7500 деталей каждая из которых участвует в процессе удара молоток молоток молоточка по струнам следи следствие на нажатие клавиши история предшественниками фортепиано являлись клавиши и изобретенные поздние клавикорды их недостатками были быстро затухающий звук что мешало игре легата 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 это когда плавится один как его одна одна один звук другой и постоянный уровень громкости относите относится только к клавишину что исключало одно из важных выразительных средств музыки динамика фортепиано это клавишный так в общем типы фортепиано делался на инструменты с горизонтальными расположениями струн рояль раялина четырехугольная фортепиано и вертикальными пиано пиано лира пиано буфет и и другое в россии первое вертикальное фортепиано присып присылается к присылается приписывается приписывается фридеричи гера германия и 1745 год годов однако доминика дель мела италия уже создал такое фортепиано в 1739 году самое ранее известных четырехугольных фортепиано вышло в 1742 году из морской иоганна зереха в санкт-хо-фене баваль бавария а в 1740 сорок восьмом году такие же инструменты делал и зильберман подожди минуточку маечка пожалуйста ну ты знаешь как ты думаешь вот мне кажется что вот эти все подробности год интересно в каком году примерно 1700 какой-то да а вот все остальные фамилии ну вот мне кажется как-то не очень интересно правда да может сократить нам немножко чтобы было но поинтереснее и не так долго потому что у нас еще добавили два человека два доклада пропускаю фактографию ладно потому что но вот эти все подробности они нам зачем мы их запомнить не можем Я не буду докладывать, я не приготовился. Я к следующему приготовлюсь, но на следующий вторник, как у нас, я не смогу, потому что я был в Финляндии. А я решила поехать в Финляндию, я там в прошлом году был. Вечер, знаешь, прошел. С 2020-го по 2020-й. Мне там очень понравилось, там снега много было. Да, я знаю, поэтому я туда и еду, с хаски играть. А, а я на хасках катался. Минуточку, сейчас у нас докладчик Майя, да? Продолжай, Майя, пожалуйста. Майочка, только ты нам главное докладывай, ладно? Да, вот это у меня уже последний слайд. Инструмент фортепиано получил свое название от что означает клавишный инструмент, играющий нежно и громко. Это первый факт. Второй факт. Пианино – это фортепиано. Но не всякая фортепиано-пианино. На сегодняшний день фортепиано имеет 88 клавиш, 52 белых и 36 черных. А до 1950-х годов клавиши инструмента изготавливали исключительно из слоновой кости. Сейчас также используется от пластмасса. Современное фортепиано состоит из около 12 тысяч деталей. И из них 10 тысяч подвижных. Имеет около 230 струн. Каждая струна имеет натяжение около 70 килограмм. А общее натяжение струн концертного рояля достигает 30 тонн. И последний факт. У пианиста не обязательно должны быть тонкие и длинные пальцы. Великие пианисты появлялись с руками любых форм и размеров. И все. Подождите. Я еще хочу показать кое-что. Где я играю на пианине. Ну-ка. Секунду. Сейчас. Вот. И сейчас. Видно мой экран? Да. Ну что-то две нотки прозвучало. Подожди, подожди. Девушки отдыхают. Аминь. 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 Ну, моя мама не успела все, ну, как его, записать, но, в общем, я на большом рояле играла, вот мое произведение. А где это, в музыкальной школе? Не-не-не, мы с мамой, мы, на самом деле, ходили, у нас в сети, у нее есть такой офис, и, как его, в ее офисе есть такой рояль большой, и я спросила, можно поиграть, и они просто сказали, да, можно, я такая, ну, окей, ну, и поиграла. Ну, молодец. Майя, я вижу, это было уже Рождество, потому что там была елка. Ну, да, сейчас у нас почти что Рождество, это было вообще-то вчера. Ну, правда, у вас лето, потому что вы в Астралии же, да, в Южном полушарии. Миша, ты не говори, у нас прям, даже сейчас с жарищей я, как его, я в юбке и в футболке сижу, и мне тепло. А сейчас у нас 7 утра. Тебе очень повезло, у нас холодрыга. И нет, ну, это не всегда, это не всегда, ты мне говори, это не всегда, потому что днем у нас такая жарища, даже в фене не помогает, слишком жарко. Это было бы классно, я бы хотела у вас жить. Саша, 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 видео, Саша, видео. Почему у всех видео не включено, а? Ну, у нас не очень холодно. Почему сразу у всех? У нас не очень холодно, Райда. Коля и Саша, видео включаю. Так, ребята, давайте поудивляемся. У нас не так сильно холодно. Минус 11. У нас еще, да, так, ну, да, в фене будет минус 15. Так, давайте удивляться на рассказ Майи, пожалуйста. Меня там кое-что удивило. Кого что удивило? Меня удивило натяжение струн очень сильно. Да, меня тоже. Именно что в рояле 30 тонн. Да. Меня это тоже очень удивило. А вы видели внутри какая конструкция в рояле? Да, там такие как молоточки, которые по струнам. Я знаю, я смотрела внутри рояля в музыкальной школе. Вот брат мой, пианино, у него есть тут синтезатор. Если он будет на нем играть, а не играть в компьютерные игры, то я могу заснять. Ну вот, смотрите. Меня еще порадовало то, что именно Майя прислала самодельное видео. У нас это была большая с вами редкость. А Майя молодец. Это у нее уже второй такой рассказ, где она сама фотографировала. Я вообще-то сначала хотела вообще про себя сегодня сделать презентацию. Кто, ты? Там и я, и буду, и я, и еще 15 раз я. Так что? Так, Саша, ты готов делать доклад? Александр, отвечай. Александр. Ну ты здесь я. Александр. Здесь. Так, хорошо. Давай, Женечка, ты тогда. Я здесь. Подождите, подождите, Александр здесь. Замки средневековые. Вот как самый обычный средневековый замок был. Это у нас очень-очень богатый замок. Можно определиться по двум признакам. Потому что он белый, во-первых. Во-вторых, тут золотая статуя. И дом для хозяина, он такой большущий. Ну и еще за отдельной стеной, правда? И за отдельной стеной. И много зданий. В обычном замке были дома этих бедняков, которые работали на поля и убирались, как бы, помогали этому хозяину. В средневековый король жил в замке. Можно, пожалуйста, что-то сказать? Саша, подожди секундочку. Тут Гриша хочет что-то сказать. Можно ему сказать? Саша, вот ты знаешь, когда ты что-то хочешь показать, там можно выбрать такой хайлайтер, но такую точку красную. Красную, что это лучшее. Нет, он мне просто не нужен. А, ну, я просто, чтобы все лучше понимали, про что ты говоришь. А вы где презентацию делаете? Гугл слайд. А, я пауэрпоинди, потому что у меня есть такая возможность. Потому что у некоторых нет. Продолжай, Саша. И они там жили в замке, там помогали этому хозяину и все такое. В наше время, вот, когда там было время, не только там король был, у него был замок и все. У нас были и у других замки. В наше время это было как бы у президента был бы замок, у гувернатора был бы замок и у мэра города был бы замок. И очень много таких замков было, но большинство их развалились. Потому что они, большинство были маленькие и очень плохо построены. Вот, этот очень хорошо был построен. Вот. И еще вот эта центральная часть, где этот хозяин живет. В бедных было бы такой большой подвал. И там все, как бы хлеб и вино там было бы складывалось. Но в этом замке, вот здесь, вот где хранится все это хлеб и вино. Вот здесь и вот здесь. Вот этот дом, он там, он для бедняков дом. Это мельница такая, где работают, это статуя, это церковь, а я, это не пойми что. Она не должна здесь быть. Надо было ее удалить. И вот это, или, я не понял, или гробницы, или могилы, или поля. Ну, не пойми что. Или одно, или другое. Нет, это, кажется, хранилище. Ну, я не знаю, как сказать, но там, где смертелых людей. Да, могила. Наверное. А, ладно. Вот как они защищались. Они защищались катапультами, как известно. Вот эти дядьки залезали на стены и обстреливали врагов. Вам видно вот эту картиночку вот здесь, или не очень? Да. Вот это называется баллиста. Баллиста. Да. Баллиста. Они баллиста. А, я понял. Это как огромный арбалет, который кидает. Да, он стреляет огромными этими. Камнями? Нет. Огромными стрелами. Стрелами, стрелами огромными стрелять. Ага. Только это, Саш, разве это было защитное орудие, а наоборот? Это нападали на крепость таким. Они оба. Оба. И катапульта тоже оба. Если стрелить там в городок, где там они разбили палатки, можно там разрушить всё. Я такой сделал в школе. Вот, я такой сделал. Он стреляет очень хорошо в карандаши у меня. А, я сделал такой миниатурный арбалет тоже. Да. Тоже карандашами пыляется. И ещё интересный факт. Ну, что такое это? Вот здесь, в стенах, назывался Murder Hall. Это очень страшная дыра. Ну, очень. В неё попасть – это капец. Прощайся с жизнью. Во время нападения вражеские силы попадали в стены. В стены замка, потому что они были очень-очень толстыми. И они попадали в стены. И там была такая отдельная комната. Вот, как вы видите, где эта тётя стоит. И как они заходили, там закрывалась вот эта комната. И сверху они кидали камнями, поливали кипящим маслом на этих солдат вражеских. Ну, это очень было страшное место. И ещё один интересный факт. Можно определить, какой богатый или бедный человек по его кровати. Это было очень интересно, потому что у бедного, у богатого был такой расписанный, вот, у него была расписанная кровать. Вот как в нижней картинке. Это был очень богатый человек. Вот так можно было определиться. Зайсёшь в дом, и там кровать. И как она роскошная и нероскошная, можно определиться, какой он, бедный или богатый. Вот и всё. Спасибо. Так, поудивляемся, ребята, кого что удивило. Никого не удивило? Я. Саша, а почему белые стены считались богатыми? Потому что богатые могли себе позволить купить белой такой, белая краска такая. Белую краску? Да, она была очень, очень дорогая, и только богатые могли позволять себе такую. А я думаю, это просто камень такого цвета. А зачем? А зачем красить всё белым? Чтобы было красивее. А сейчас яркие цвета, красивее. Не, ну на домах не очень. На всех домах обычно... Ну вот, на самом деле... Окей. Вот, например, в Индии есть такие дома, они... Вот дома в Индии, где прям такое горячее солнце, они всегда делают свои дома белыми. Знаете, почему? Я знаю, я знаю. Да, я знаю. Это как же и белая машина. Я не знаю, он отражает. Если машина чёрная, то она очень сильно нагревается. Если машина белая, то она не нагревается. Да, если поэтому у нас серые машины. У нас... А у нас такие, ну как, не тёмные, но и не светлые. То есть у нас такая средняя, но не серая. У нас есть все цвета. И чёрные, и белые, и серебряные, и золотые. Ну, в общем, вот в разных местах, может быть, Саша... Может быть, некоторые места, а он как его... Им надо было белые. Может быть, где Саша говорил про замки, там было очень много солнца, и надо было такой белой стены, чтобы, как бы, отражало, чтобы не нагревалось. Ну, возможно. Ну, для крепости-то это зачем? Ну, да. Всё равно это только сбоку не будет подходить, а сверху будет сколько угодно. Ну, хорошо, ладно. Сколько угодно. Давайте дадим слово Никите. Не, ну... Ой, Николаю, Николаю. Я ещё на солнце не хочу. Коленька, давай, выступай. Пожалуйста, Коля. Вот в Америке и Канаде, они... В Великой Канаде, говорят Санта, говорят Санта, и ему дают качение с молоком, и он летает на... на оленях. Ещё в Ирландии это. Это... в Норвегии. И он похож на гнома. У него борода, и у него шапка всегда на... глаза. Это его пукер, он ленький, и у него поможет и жена, может. Поверни, пожалуйста, один слайд назад. Сделай назад один слайд. Ой, какие они интересные. Спасибо. Вот, ежик, который чеки, его никто не видел, но когда он пишет в дарке, почему-то колокольчики, извиня. это... пер-Ноэль. Он в Франции, и он ходит в башмаках, сделанных из дерева. И каждый год там дети поставят свои башмаки на окно, и он в них положит подарки. Это Фара Кресмос из Великобритании. Он как Санта, но он молоко с печеньем и не ест. Еще плохих детей он бьет в розыгры. Это Баллон от Италии. Он ничего такого не делает, просто ее убор. Жена все разница подать. Это Зюзя в Белоруссии. Он как будто бог зимы, и он очень обожает людей, которые любят холод. Что ли Зюз? Да, Зюз, но зимы. А это в Германии и каждый год родители на елку вешают соленый огурец, а когда и когда дети ищут подарки, они еще огурец ищут, если кто найдет получит приз. Это их. Коленька, включи, пожалуйста, на минуточку свое видео. Я немецкий учу. Коль, покажи себя величика, пожалуйста. Коля. Что-то не работает. Коля, можно я спрошу? Можно сказать? У нас в Австралии тоже как в Санта. У нас тоже как в Австралии Санта. А у нас еще и Макулай. А у нас в Ирландии тоже Санта. У нас и Макулай. так что у меня в Ирландии Санта. И Макулай вот. И от нас встал. Чай. Санта. Вот. он принес такую коробочку скажет. Я. Позвучила по мне. Что-то у меня видео не включается. Димочка, готовься, пожалуйста, Дима. А меня знаете, что порадовало? с тех пор, как Коля не был у нас, он теперь замечательно стал делать презентации. Совсем очень намного лучше, чем было раньше. Так, Саша и Коля, вам сейчас сколько лет? А то я старый взял данные. А мне только что на 10-е 10 исполнилось. Нет. А тебе, Саша, сколько? Ему 12. Хорошо. Ну что, начинай, девочка. Советские танки. Это самоходная артиллерийская установка. КВ-1. КВ-1 или просто КВ. Советский тяжелый танк, который выпускался с августа 1939 года по август 1042 года. КВ-2. Это я хотел введет. КВ-2 советский тяжелый штурмовой танк начального периода Великой Отечественной войны. А еще это был неприятный сюрприз для Германии. КВ-3 объект 223. Советский экспериментальный тяжелый танк семейства КВ. КВ-6. Ранее в качестве Т-26 ОТ-26 ОТ-130 ОТ-133 однако слабое бронирование делает их увежливыми на поле боя. Это вот такая вот помощь. Тут ракеты и три башни. То есть вот это стреляет и вот это стреляет. И тут еще и две пушки. Су-152 Су-152 изначально объект 236 КВ-14 Су-14. Тяжелая советская самоходная артиллерийская установка САУ времен Великой Отечественной войны построенная на базе тяжелого танка КВ-1С это тоже такой танк и вооруженная мощность 32-миллиметровой гаудицы пушки МЛ-220С кстати КВ-2 у него тоже вот вот если сравнить вот эту пушку и А про КВ-2 а почему он был приятным сюрпризом для Германии ИСУ-152 объект 241 советская тяжелая самоходная артиллерийская установка САУ периода Великой Отечественной войны название машина буква И дополнительная обозначение СУ самоходная установка означает на базе танка ИС 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 да в следующий раз САУ того же калибра под названием СУ-152 выпускалась на другой танковой базе индекс 152 основная калибр основного вооружения машины конец будет дальше дальше больше Танцай Спасибо Димочка Спасибо Кстати я могу рассказать еще про другие танки Дима у Гриши был вопрос Гриша задай вопрос А почему КВ-2 был особенно неприятным сюрпризом для Германии Потому что у него 152 миллиметровая пушка орудия и он стреляет очень мощно то есть он очень сильное бронепробитие Гриши на тот момент когда этот танк выпустили то он пробивал любой немецкий танк потому не не защит может не пробивал маус это тоже тяжелый кроме кроме того у него были специальные снаряды кумулятивные осколочно фугасные еще он стрелял осколочно фугасный но это в том числе но это уже не против танков это уже против пехоты ну что еще какие удивления давай я не думаю что это кто-то заметил но почему здесь две девочки и восемь мальчиков ой не восемь а шесть мальчиков что мальчики круче это правда мы круче не девочки такие а давайте я вам расскажу байку давайте значит я занимаюсь парным обучением и одна программистка которая живет в Нью-Йорке мне сказала что парное обучение всегда применяется в еврейских школах но вы знаете что еврейский народ существует уже очень давно и в них эти школы где в парах учатся они существуют тоже очень давно но вот такая штука в эти школы принимает такие специальные школы где учат ну всякие религиозные вопросы туда берут только мальчик и вот одна еврейская мама пришла к равину ну это заведующий вот этой вот школы ну и одновременно это еврейский священник она пришла к равину и спрашивает скажи пожалуйста почему ты берешь в школу только мальчик он ответил так что когда Бог создавал человека он создал мужчину и женщину женщине Бог дал все что нужно для жизни а когда создавал мальчика то тогда он ему немножко меньше дал поэтому ему еще надо немножко ходить в школу а девочки это совершенно не нужно конец байки девочки кричат ура девочки не ходите в школу а им не зачем ходить это мальчиков надо подучить я хочу в школу я по математике классе хорошо в математике разбираешь мало или много я вот много там множество ты делаешь я 6 часов в школе вау вау а я 5 я могу и 4 сегодня я буду рассказывать про шмели это но я думаю что там говорить кто такой шмель не обязательно я думаю все и так знают это такие насекомые они чем-то похожи на пчел у них тоже лежало вообще они достаточно достаточно быстро летают потому что взрослый шмель если нету ветра ну что ветер ему может или мешать или помогать это зависит от ветра он может лететь со скоростью 18 километров в час еще у них вот у пчел у них уний а у шмелей гнездо называется не унием а бомбидарием и они эти свои гнезда проветривают иногда как они это делают шмель берет зависает перед входом в гнездо и начинает активно махать крыльями чтобы запустить внутрь много свежего воздуха а если шмелю становится холодно то он зависает на месте и быстро быстро машет крыльями чтобы согреться очень долгое время ученые не могли понять как же все-таки шмели летают так как считалось что эти насекомые противодействуют законом аэродинамики а потом оказалось что это не так и шмели летают в полном соответствии со всеми законами физики всего в мире есть где-то 300 разных видов шмелей опять их кто-то считал не знаю но это всегда мой вопрос кто их считал правда да я их не честно я не представляю как можно отличить шмеля от шмеля есть отдельный один из видов это шмели кукушки они как и настоящие кукушки откладывают свои яйца вниз до других шмелей и выбирают тех из них с которыми они сами похожи внешне чтобы подмену не заметили так ну шмелей даже в некоторых странах специально разводят для опаления полей с этой задачей они отлично справляются и это со шмелями намного легче потому что они не настолько агрессивные как пчелы и осы поэтому они спокойненько очень редко кого-то жарят спокойненько себе летают опаляют поля и никому не вредят но яд у них тоже такой же сильный как у ос и пчел то есть будет не очень приятно если тебя ужалит шмель но они как кокосы не погибают после того как ужалят кого-нибудь поэтому они могут несколько раз жалить жизнь у них жало отрастает почти все шмели после окончательного лета погибают и выживают лишь оплодотворенные матки которые следующей весной должны вывести новое потомство чтобы опять чтобы они не вымерли в общем потому что если они будут умирать и не будет никто рождаться то просто очень быстро шмелей шмелей не станет так в каждом бомбидаре в гнезде есть особый шмель трубач который каждое утро выполняет одну и тоже задачу он громким гудением будет остальных обитателей этого гнезда вообще в таком гнезде живет где-то от 100 до 300 взрослых шмелей ну и там потомство уже я думаю в разных количествах бывает так так же вот я говорила что шмели зависают в воздухе чтобы согреться и быстро машут крыльями они не смогут согреться если они натерь сядут куда-нибудь и будут махать крыльями ну сколько бы они не махали все равно им будет холодно им надо для этого подняться в воздух обычно температура тела у шмеля примерно 40 градусов по шкале цельсия то есть у них температура тела выше чем у человека и наличие вот этой шерсти такой на теле позволяет им сохранять тепло хорошо вообще вот крупные шмели одни из самых крупных они примерно 25 миллиметров в длину то есть 2,5 сантиметра и считается что предки современных шмелей появились на земле где-то 30 миллионов лет назад бомбидария потому что у них там миниатурные бомбы чтобы разрушать другие бомбидарии не знаю почему но вот такой вот бомбидарии у них гнезд кажется бомбы а я могу работать как туроп о чем и шмеле если если у вас наушники снимаете их я бы еще громче но не буду я так могу удивляемся на рассказ Жене пожалуйста я я не сразу говорю я не особо понимаю в милях так что меня удивило что их видов 300 выдах не допустим сколько кукушки и вообще кукушки они очень плохие родители а да кстати кукушки они и шмели кукушки тоже так делают ну их так называют я если честно не знаю может у видов шмелей нету своих индивидуальных названий у каждого все 300 названий где-то примерно для каждого вида шмеля это немного трудно ну да ну кукушки это легко потому что кукушки это легко потому что по их поведению как у птиц кукушек но может не научно название просто их называют потому что они ведут себя как кукушки так ну что я пока остановлю мы запишем для нас еще раз включим запись включайте пожалуйста все видео будем говорить друг друг до свидания а я буду подлодкой так подводная лодка да 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 хорошо так все спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания так я тут вот наверху положу я сверху положу кнопочку чтобы подписаться а внизу будет ссылка на наш канал где лежат все наше за все всего добра я уже кольцо подписан